Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, как обычно. А раз вы меня видите, значит это очередное обращение к моим подписчикам. Номер три, но на самом деле номер два, потому что второе было это поздравление с Новым годом, там особо мы и не общались, а вот это полноценное обращение к подписчикам, где ответы на вопросы и много-много всего. Вообще, если вы смотрели мое первое обращение к подписчикам, вы помните, что я обещал следующее сделать после достижения тысячи подписчиков на моем канале. Сейчас уже подписчиков больше двух тысяч трехсот, и я только сейчас, видите, сподобился. Но свое оправдание могу сказать, что я как-то вообще в последнее время с видео немного видео было, и я решил, что как бы некрасиво делать обращение к подписчикам, когда основных видео на канале не так много. Лучше заняться там видео про цивилизацию и так далее, а потом уже сделать обращение к подписчикам. Вот у меня, как всегда, традиционно список, о чем с вами говорить. Кстати, могу вот одеть ту самую шапку, в которой я на аватаре своего канала, чтобы вы меня точно уже узнали. Кстати, минутка интересной информации. Вообще, знаете, как эта шапка называется? Ну, точнее, вы знаете, буденовка она называется. А вот как она называлась до этого? Ведь ее не буденая передумала. Это потом уже, когда у красноармейцев их много стало, их стали называть буденовками. На самом деле, вот по этой вот фигне, видите, она похожа на поверхи шлема богатырей, и вот эта шапка называлась богатырка, потому что вот похожа на шлем богатырей такая. Кстати, она очень теплая, из такого материала, как валенки сделанная, так что я когда упрею, я ее сниму. А упрею я скоро. Потихоньку начало вопросы, вообще обращение ко мне, а потом будет большое... Буду долго говорить про авторское право, пиратство, это потом. Итак, первое. Меня почему-то в комментариях к видео, именно в комментариях к видео пишут, «А какой у тебя в Стиме аккаунт? А как тебя там найти? А какой у тебя группа ВКонтакте?» Это при том, что в каждом видео три раза в течение видео крупно... Ну, не на весь экран, конечно, но все равно крупно адреса в моей и в Стиме есть, и группа ВКонтакте и так далее. И вот сейчас даже, я вот сейчас в этом видео, вот, наверное, подо мной будут эти ссылки. Пожалуйста, посмотрите. Вот ссылка на меня в Стиме, мою группу ВКонтакте и, собственно, адрес моего канала на YouTube. Дальше. На моей главной странице, вот вы заходите на страницу или, например, вы это видео на этой главной странице смотрите, то слева должны быть вообще все ссылки на те места, где я есть. И, кстати, меня тоже спрашивали, где я еще есть. То есть, вот мой канал на YouTube. Леша играет. Вот. Не знаю, где вы, наверное, на моем канале сейчас это видео смотрите. Далее. У меня есть еще один канал на YouTube. Точнее, он даже раньше появился, чем этот. Алексей Халецкий. В одно слово. Но, опять же, ссылка на него есть. Она сейчас появляется на видео. Переходите, и там мои видео о... там... из жизни всякие. Ну, приколы. То есть, это не игровой видеоканал. Далее. Группа в Стиме. Опять же, там ссылка есть или ищите меня по фамилии Халецкий. K-H-A-L-E-T-S-K-I. Если вы знаете английский алфавиль. Группа ВКонтакте. Тоже есть. Ищите. Леша играет. Точно такое же название, как и на YouTube. Леша играет. Единственное, на меня конкретно ВКонтакте можно не подписываться, потому что я ВКонтакте ничего не пишу. То есть, вы вступаете в группу. Там есть какие-то сообщения. А вот я сам ВКонтакте не люблю. И там я никакой информации от себя лично не размещаю. Так что меня в друзья можно там не добавлять. Зато я постоянно в Фейсбуке пишу. То есть, опять же, ссылка на Фейсбук. Вот сейчас видео появляется или на главную страницу моего канала заходите и нажимаете на нее и перейдете. Вот там можете подписываться. В друзья вас тоже не добавлю. Я добавляю в друзья только тех, кого знаю. А подписаться, если вам интересно, если вам надо, пожалуйста. Далее. Мой блог есть в ЖЖ. Я, правда, там пишу редко, но все-таки там о своих путешествиях. Ну, в общем, все большие сообщения я пишу в ЖЖ. Если маленькое что-то немного написать, то в Фейсбук пишу. И, наконец, еще у меня есть твиттер. Но это не твиттер. Вот в вашем понимании там всякие мелкие заметки. У меня там приключения фекальной уточки. Не знаю, как это арт-проект назвать или что. Я пишу там очень редко. Вы можете сейчас просто зайти почитать. Те, кому не нравится читать про говно, экскременты, фекалии, ну, в общем, про все вот такое, лучше вам туда не заходить. А так вот, если вы знаете, это вот про то, где я есть, потому что вы уже надоели спрашивать. На главном канале заходите и все ссылки. Или вот сейчас я вам рассказал. Все, без проблем. Находите, смотрите, читайте, подписывайтесь, вступайте в группы. Я всегда только этому рад. Постоянно просят, чтобы я летсплеи делал цивилизации. Что, типа, мол, я мало выкладываю видео про цивилизацию, про стратегии. Пускай я каждый день буду лучше записывать летсплеи и выкладывать их на канале. Мне, вот лично мне летсплеи чужие смотреть неинтересны. Я не понимаю, почему я должен делать то, что мне самому неинтересно. По-моему, на мой канал и приходят именно для того, чтобы не летсплеи смотреть, а полезные видео про цивилизацию. Летсплей один раз посмотрел и все, и он никому не нужен. А мои видео, я вижу по статистике, люди даже не по пять раз пересматривают, а больше, чтобы запомнить там какие-то... Ну, это гайбы. Это интересно смотреть несколько раз. Интересно самому начать играть и параллельно это видео включить и по нему, например, играть. Вот мне важнее вот такие просмотры, чем бабашить постоянно видео каждый день про цивилизацию. Пожалуйста, этих летсплейщиков цивилизации немерено на ютубе. Идите их смотреть, если вам нужны летсплеи. Проблема в том, что они... Ну, это же пустота просто, понимаете? Они не дают ничего. Вот у меня есть, например, опять же, люди, с которыми я играю в цивилизацию, они стримы пишут. Ну, то есть не на ютубе, а есть другие сайты, они... Сразу это онлайн-трансляция такая сетевой игры. Ну, то, что меня просили делать, а я пока не могу из-за своего медленного интернета. Даже эти стримы намного более полезны, чем летсплеи, популярные на ютубе. Просто для меня это уму непостижимо. И делать летсплей, ничего не объясняя, что я делаю... По-моему, я как раз набрал подписчиков, потому что я рассказываю интересно и объясняю действия. Чтобы было понятно, что это такое обучение, чтобы люди лучше погружались в игру. То есть вот я сейчас немножко резко скажу, но для меня летсплейщики на ютубе популярные, которые делают летсплей на цивилизацию, они просто делают говно. Я не против того, что вот они это делают там. Даже мне не важно, что их смотрят. Но равняться на них, если не на них, а вот на такие вещи, это понижение уровня. Зачем делать плохо, когда можно сделать хорошо? Да, будет реже. Блин, это лучше, чем постоянно фигачить летсплей. Меня вот, кстати, в комментарии, меня просто поразил этот комментарий от одного человека. Он написал, вот, зачем я вот не буду своим друзьям, я не помню точный комментарий, я не буду своим друзьям твой канал рекламировать, потому что ты редко выкладываешь видео. Я ему в комментариях пишу в ответ, что я не прошу мой канал рекламировать, я не прошу, чтобы вы на меня подписывали. Я прошу рекламировать видео. Если человек посмотрит, а оно ему понравится, он сам решит, подписываться ему на канал или нет. А видео мои, даже если я вот сейчас прекращу вообще видео выкладывать, то все равно на эти видео будут приходить и смотреть. Потому что они не устареют, пока не выйдет новая цивилизация. Это гайды, которые будут полезны еще долгое время. А летсплей в чем, то есть это посмотреть, ну, как развлекуху, как другие играют. Хотя я тоже не очень понимаю кайф от этого, но, возможно, людям нравится. И все, ты посмотрел и все. И ты даже, у тебя ничего не отложилось, ничего полезного. Это знаете, а вот лучше так сравнивать. Знаете, есть канал ТНТ, а есть канал Discovery. Вот на ТНТ Дом 2, Comedy Club. То есть это развлекуха. Я не буду говорить, что это очень плохо. Но это, если даже это смотреть, то ты на следующий день ничего не помнишь, что там было. Это убить время как бы вот это посмотреть. Канал Discovery, ты получаешь информацию, которая интересна. И естественно, что канал ТНТ будет намного популярнее, чем канал Discovery. Но это не значит, что канал Discovery должен начать делать Дом 2, чтобы получить аудиторию канала ТНТ. Вот я не хочу быть ТНТ, не хочу Дом 2 вам гнать или прочая там пошлость, наверное, как на НТВ или там Малахов Плюс. Будем лечиться лыжной мазью. Так вот, не просите меня делать говно, пожалуйста. Я буду редко делать, но видео, которые хочется несколько раз посмотреть. Ну, вот у меня, наверное, провели, где там больше трех часов получилось видео, и люди пересматривают несколько раз эти три часа. Хотя я думал, его может разбивать надо, не надо, но лучше вот в одном такое концентрированном, там же нету воды. Я вот так вот рассказываю вперед, люди получают полную информацию, которая откладывается, которая нужна. Ну вот, да, и далее, что я летсплеев делать не буду. Мне вот, кстати, очень жалко, что я сделал летсплей по The Walking Dead, по всей этой игре. То есть очень жаль, что я время потратил. Ну, это как бы только начало канала было, поэтому я еще не определился тогда, что нужно, на чем сконцентрироваться. С другой стороны, тоже интересный опыт получил. Там The Walking Dead, она же на английском только выходила, потом же там операторы эссифицировали. Я на английском проходил и летсплей переводил. У меня такая тренировка была синхронного перевода. Еще в начале, наверное, первые две главы довольно тяжело было, а потом уже так втянулся и практически как идет игра, я так переводил. Ну, конечно, там есть огрехи, я не говорю, что у меня все идеально получилось. Ну, была тренировка. Но, с другой стороны, видите, я потратил время на этот летсплей, его не очень много людей посмотрело, и лучше бы я занялся чем-то другим. Ну, так вот, и я, как я вас спрашивал в прошлом видео, надо делать мне летсплей или нет, большинство мне в комментариях написало, что не надо. И я так и понял, что мне даже самому это больше интересно делать вот такие обзоры, гайды, стратегии. И, конечно, я не буду только на цивилизации зацикливаться. Меня постоянно просят, вот что я говорю, играйте в умные игры, и меня спрашивают, что же это за умные игры, о которых я говорю. Вот я буду еще делать обзоры про умные игры, которые я советую поиграть. Ну, это в будущем, когда это будет, опять же, потому что видите, как я видео выкладываю часто. Так, дальше, я уже утрел, извините, сниму шапочку. Тут поставлю. Куда это экран, да. Дальше, вот были рождественские новогодние распродажи в стиме, и мне игр надарили, опять же. Смотрите, слушатели, зрители. Опять я, извините, потерял бумажку, где я специально выписывал, кто мне что-то дарил. И так как это оказалось давно, я не так... Я не планировал, что я буду делать обращение к подписчикам аж в начале марта. Я думал, что где-то в середине января это будет. И вот за это время бумажка, к сожалению, потерялась. Я им вообще там лично в стиме говорил спасибо, еще раз говорю им спасибо. В общем, у меня есть несколько игр, в которые я точно не буду играть. И мне бы хотелось как-то их разыграть. Но я не знаю, какой мне конкурс придумать. То есть для меня, опять же, вы же понимаете, мне важно, чтобы побольше подписчиков было и побольше смотрели мои видео. Но я не знаю, как вот на это придумать какой конкурс. Потому что прошлый я разыгрывал бесплатную цивилизацию. И откликнулось всего два... нет, три. По-моему, три человека всего откликнулось. Как бы не особо получился популярный конкурс. И не особо он мне принес много зрителей. Так что если у вас есть какие-то мысли, то опять же пишите в комментариях. Далее. Я вот в начале своих видео, вы видели, во многих как бы рекламирую свои другие видюшки. Вот на другом канале. Как мы ездили в Турцию. Это просто праздник какой-то. И вот всякие такие видео. Так вот, я, наверное, не против и ваши видео рекламировать. И никаких я денег не прошу, ничего. Только условие, что это не про игры будет. Не летсплеи. То есть, игровые каналы мне не... Вот если вы занимаетесь творчеством. Если у вас там есть какая-то музыкальная группа. Например, клипы вы снимаете. Или просто видео интересные. То я готов на них вот так же тоже ссылки вставлять. Но, как бы, главное условие, чтобы они мне понравились. Так что, присылайте мне ссылки на ваши видео, которые вы хотите, чтобы я прорекламировал вот в начале своих. На e-mail. Халецкий собака gmail.com Где-то тут он должен быть появится сейчас. И я вам только... Единственное, что я вам точно могу сказать, что я отвечать на ваши письма не буду. Чтобы потом не было там претензий. Почему появилось? А почему ты не вставил видео? Почему тебе не понравилось? Я не буду на это ничего отвечать. То есть, если мне понравится видео, я его просто вставлю. Если не понравится, то я вам ничего отвечать не буду. То есть, если вас это устраивает, то присылайте. Я с удовольствием размещу. И, прежде чем я перейду к авторскому праву, о чем мне говорить в следующем обращении к подписчикам. Вот три варианта. Либо про игровую индустрию. Либо про летсплеи и YouTube. Такой, как бы, обзор и мое мнение об этом явлении. И третье, о социальных сетях. И вот сейчас мы дошли к главной теме моего обращения. У меня часто в комментариях и к видео, и в группе, и даже в Стиме, в моем сообществе, пишут, задают вопрос, где скачать Циву? Я всегда отвечаю, что в Стиме. Заплатите деньги и скачайте. И я это много раз повторяю, еще раз повторю, что я за авторское право и против пиратства. И вот в прошлом моем обращении я как бы спрашивал, стоит ли мне по этому поводу поговорить с вами и большинство высказать, что за. Высказать мое мнение, почему так. Вообще, как бы, вот сейчас в цифровой век считается, что информация принадлежит всем. За нее нельзя брать деньги, она общедоступна. И, мол, это вы, например, не распространяете рекламу, ой, рекламу, извините, не распространяете какой-то продукт или игру, а просто копируете. Вы, как бы, не вы же не диски там штампуете, как раньше пираты делали, а просто вот у меня есть файл, я его скопировал другому, моему другу, это не пиратство. Почему мы так не должны делать и торренты, это не пиратство, мы же на этом деньги не зарабатываем и вот в таком плане. Понимаете, в чем дело? Я исхожу из того постулата, что если создатель чего-либо хочет за это деньги, то почему мы должны потреблять это бесплатно? Например, Мадонна выпускает альбом, она его продает за 10 долларов, в iTunes продает, на дисках продает, неважно. Почему мы позволяем себе скачать его бесплатно? Да, многие ответят, а вдруг там альбом фигня, может мне не понравится, почему я за него должен платить? Ну, конечно, есть, во-первых, журналы, в которых пишутся рецензии на альбомы, во-вторых, есть радио, на котором песни с этого альбома звучат, музыкальные каналы даже до сих пор все еще есть, несмотря на их кризис. Есть даже в интернете предпрослушивание, тот же Яндекс уже полностью на официальных основаниях дает многие песни послушать. Пожалуйста, слушайте, а потом уже нравится, платите, не нравится, не слушайте дальше. Но у нас почему-то получается, почему у нас вообще в мире, человек скачивает альбом, слушает его там неделю, потом говорит, не, Галима, альбом не понравился. Как же ты его неделю слушал? То есть, как можно неделю вообще слушать то, что не нравится? Это понятно с одного прослушивания, что как хорошо, плохо. Некоторые альбомы, да, надо несколько раз послушать, но у меня не бывает такой, фу, фигня какая, потом через силу себя заставляю слушать, а потом вдруг понравится. Вообще, вот откуда началось авторское право пошло? Это все началось в эпоху Возрождения или, я уже не помню, ну да, конец 17 века, когда стали востребованы ноты композиторов. Когда появились, собственно, суперзвезды, композиторы, вот это поздний Бах, весь Моцарт, ранний Битву, я имею в виду промежуток, я не композитор, то есть там и Вивальди входит, и Гайден, Глюк, все, Генделем, конец Генделя, период. Это я, если меня музыковеды смотрят, уважаю сейчас. И вот тогда появилась потребность у людей в нотах. Естественно, у аристократии, потому что у простых людей тогда дома инструментов не было. Аристократия, чтобы не только слушать в оперных театрах или в каких-то салонах эти произведения, они захотели покупать ноты и играть эти произведения у себя дома. Появилась потребность, люди готовы были платить деньги, появился издатель, которые заключали контракты с композиторами, издавали ноты, и, собственно, на эти деньги и композиторы жили, издатели, и люди развлекали себя дома, играя с этих нот. Постепенно это развивалось, когда появились звукозаписывающие инструменты, то есть еще болванки эти парафиновые, потом уже и пластинки, то есть все перешло из нот в более широкую индустрию по продаже музыки на носителях. Но идея вся в том, что вы не покупаете музыку, понимаете? Вы покупаете носитель. Когда вы платите за альбом или за песню, вы не становитесь владельцем этой песни. Это вот из этого исходит авторское право. Авторство принадлежит композитору, сочинителю песен. Я это говорю, я просто сейчас на музыке концентрируюсь, потому что именно она больше всего страдает на данный момент, но это касается и игр, и фильмов, и книг. Потому что как бы содержание файла, который у вас вы купили, или вот игру в стиме вы купили, оно вам не принадлежит. Вы покупаете право послушать музыку, поиграть в игру, посмотреть фильм, но сами фильмы вам не принадлежит. И то, что вы их начинаете распространять, ну ладно, это я так, знаете, немножко отошел от темы. Вообще, вот раньше, конечно, было сложнее, потому что раньше продавалось все, вся музыка продавалась. И тогда еще можно было как-то говорить о том, какие благородные пираты, что намного дешевле продают альбомы. Но на данный момент, вот, например, вернемся к тому же альбому Мадонны. Она его продает за 10 долларов. А есть неизвестная абсолютно певица, которая, чтобы ее узнали, чтобы найти своего слушателя, бесплатно выложила свой альбом. И вот, когда вообще интернет появился, когда он становится все более-более популярным, казалось, что наступает век классной музыки, что благодаря интернету любой одаренный человек сможет найти себе слушателя, зрителя. Поступит прям коммунизм, и все будет хорошо. Торренты же показывают, что большинство скачивает все равно Мадонну, а не неизвестную никому девушку. И даже не то, что я там не слушал никто, а потому что Мадонна раскручена. Это имя. И в него уже вложены деньги, кстати, в ее раскрутку. Это тоже вкладывались деньги, которые пытаются отбить на продаже альбома. И вы зайдите вот просто на любой торрент и посмотрите самые популярные музыкальные релизы. Там нету ничего нового. Там вся та же попса, которая продается и так. Хотя, еще раз повторю, бесплатной музыки немерено. А я еще делаю подкаст для Компьюленты, в который я долгое время вставлял песни вот именно специально неизвестных русскоязычных из России, ну, из бывшего СССР групп. Специально находил в интернете, с ними списывался, чтобы они разрешение дали. То есть, эта вся музыка лежит бесплатно, абсолютно для всех. Классные песни есть, у которых 10 прослушиваний, например. 50 даже прослушиваний, ну, неважно, мало прослушиваний. Много бесплатной хорошей музыки, но вам же лень ее искать. Вы же не хотите этим заниматься. Вы готовы бесплатно скачать в то, что вложены деньги, в рекламу, в раскрутку и кричать, что информация должна быть бесплатной. Это намного проще, чем... Что, вы должны искать бесплатную музыку, которая вам понравится? Нет, конечно, нафига это надо? Я уже не говорю о том, что за то, что заплачено, то, что заплачено, ты ценишь больше. Я вот раньше помню, когда покупал даже пират... Ну, раньше вообще даже пиратские альбомы, которые типа дешево стоили, они для нас были дороги. В любом случае мы их покупали последние деньги. Не экономили на пирожках в столовой, но покупали альбом какой-нибудь. Вот так прочитаешь рецензию, тебя заинтересует, идешь, покупаешь и слушаешь, и вроде как-то и не особо, но ты деньги потратил, надо разобраться в чем-то. Надо разобраться, почему альбом рецензенту понравился. Когда начинаешь вникать больше, то действительно классно оказывается. А сейчас скачал, послушал, скачал 10 альбомов, их вперемешку запустил, целый день слушал вперемешку вообще. А пофигу, что там какая-то концептуальность должна быть. Не, нахер. Все, в MP3 128 килобит, например, даже. Не важно, там народ тратил деньги на студию. MP3, наше все, слушаем только в капельках еще можно вставить. Капельки, MP3 128 килобит и говно полное. Это не альбом, полная фигня. Или фильм смотрим ВКонтакте, заходим в экранку, с экрана снятый фильм, с каким-то дебильным звуком, размытый, полностью смотрим, полностью. Очень плохой фильм, мне очень не понравился. Ну, разве это нормальное потребление искусства? Вы считаете, что вы можете адекватно воспринять то, что хотел автор сказать? Ну, зато бесплатно. А это восхваление, кстати, ВКонтакте. Блин, это настолько сервис, который паразитирует на других. Просто уму непостижимо. Люди создают, ну, давайте, я вам просто, вот я свое создаю видео, да, оно выложено бесплатно. Ну, вы сами посмотрите, мне надо сыграть игру. Это, ну, пускай 10 часов. Даже в хорошем, 10 часов, да? Я уже не говорю о том, что там подготовить стратегию, о чем оно. Это все неважно, заранее проверить. 10 часов. Чтобы смонтировать его, то есть это я как минимум эти 10 часов опять отсматриваю, при этом монтирую. То есть это еще, пускай плюс 15 часов. Сверху озвучить. Вот, например, видео про религию. Три часа говорения. Вот вы сядьте просто и попробуйте 40 минут поговорить. Вот перед зеркалом сядьте и постоянно говорите, говорите что-нибудь себе. Какую-нибудь фигню полу, хоть ля-ля-ля. И вы почувствуете, как у вас начнет болеть горло, голова начнет болеть. То есть это физическая нагрузка. И это я говорю только про видео, которое вот выкладывается постоянно. А человек записывает альбом музыкальный, делает аранжировку, придумывает для каждой песни, записывает инструменты, договаривается, вкладывает в это деньги. Пускай даже 100 долларов вкладывает, пускай минимум самый, но он вкладывает в это. А вы приходите и говорите, я хочу это бесплатно и все. И скачивайте. Я не говорю, пускай даже альбом говно получился. Ну так не скачивайте его, не слушайте, зачем все мучаетесь, он фигня полная. И ВКонтакте берет, ну конечно это не он, пользователи ВКонтакте, это самая главная отмазка этого чудо-сервиса. Что это не мы, это пользователи выложили эти альбомы, мы тут вообще ни при чем. Уже Ютюб давно научился автоматически отслеживать нарушения авторских прав и блокировать. Но ВКонтакте это не надо, потому что мы живем в России. Ну вы живете в России, я в Беларуси, но ситуация везде одна и та же. И они зарабатывают деньги на чужом контенте. Сколько бы там дуров не рассказывал о том, что не, нам не нужны эти все сериалы, фильмы, не, у нас и так будут сидеть. Да пожалуй, вы можете просто сравнить с Одноклассники и ВКонтакте. В Одноклассниках ничего этого нету, у них там есть музыка, но официальная. И какой бы Одноклассники ни был, как бы, упыторженным сервисом, просто отвратительно там все остальное сделано. Но они хотя бы в этом пытаются быть честными. Нет, ВКонтакте все бесплатно. И я уверен, что большинство там сидит именно для того, чтобы смотреть бесплатно сериалы, фильмы, слушать музыку. То есть это для них стало таким окном в медиамир. При этом в нормальных, развитых, цивилизованных странах уже давно есть сервисы Netflix, Apple TV, Google TV и так далее. Вы просто не понимаете, насколько мы отстаем по развитию. И вот вы посмотрите, там все равно продолжают появляться новые группы, новые фильмы выходить, новые игры. Потому что там издатели могут получить деньги. А у нас никаких новых групп и исполнителей не появляется. Потому что деньги можно получить только от корпоративов. А для того, чтобы получить деньги на корпоратив, надо только раскрутить имя исполнителя. А какие у него песни будут, вообще пофигу. То есть надо вложить в рекламу имени, разрекламировать имя и все, и продавать на корпоративы. А какие песни, до фигня полная, не надо вообще никаких нормальных песен сочинять. Потому что песни не продаются. Песни выкладываются вконтакте, в торренты и сразу скачиваются. Вообще создатели от этого никаких денег не имеют. Да вы просто посмотрите, вот какие за последние лет 10 хотя бы новые исполнители. Вот я помню, по-моему, 98-й год. Сразу в один год появляется. Сплин, Мумитроль, Земфира, Маша и Медведи. Ну там, может, не войти, там вот рядом. То есть такие группы, которые потом... Ну это уже легенды. Что у нас из последнего тут сейчас появилось? Нюша? Ну, предположим. Хорошо, Нюша. Все? У вас еще какие-нибудь названия есть? Я не говорю про рэперов. Рэперы – это немножко другая вообще тема. Ну, потому что это не музыка, вы извините. Это классная штука. То есть там качают песни зашибись. Но там нету музыки как таковой. Это вот продолжение темы с поэтами. Вот как были поэты Серебряного века. Есенин, Маяковский. Вот тогда это качало, потому что был переломный момент. И сейчас переломный момент в истории. И как бы вместо поэтов заняли рэперы. Вот такое событие. Ну это как бы тоже классно. Но это как бы к музыке не особо относится. И они... Им-то альбомы особо продавать и не надо. Они вот именно, что работают на клубы, на массы. Я говорю именно про музыку. Вы посмотрите. Майкл Джексон выпустил триллер. Альбом больше всего продавался в самые большие продажи в мире. Он был в билборде на первом месте очень долго. Не вылазил из билборда года четыре, по-моему, из этого хит-парада. Представляете, вот сейчас... Можете себе представить, чтобы сейчас кто-нибудь выпустил альбом, который четыре года из хит-парада не будет вылетать? А тут, дай бог, если он четыре недели не будет вылетать, это уже офигенный успех. Потому что никто не делает альбом, целый альбом классными песнями наполнения. Я не фанат Майкла Джексона вообще. Но вы просто поставьте триллер, послушайте, и вам будет интересно. Вам не будет казаться, что это говно какое-то или скучно будет. Нет, это просто приятный альбом. Не важно, какую вы музыку слушаете. Деск метал слушаете или рэп. У вас... Вы триллер сможете спокойно, нормально послушать. Это качество. Это... Я не помню, какой это год. Восьмидесятые, восемьдесят первые. Ну, не важно. То есть, больше тридцати лет прошло. И вот все равно слушается нормально. Это про многие альбомы можно сказать. Что вот сейчас... Я вот даже не помню, какой я альбом в последнее время послушал полностью... Ну, может, Хёртс. Ну, это я просто любитель такой музыки, электропопа. То есть, не показал. Ну, если есть такие альбомы, то это только западные, которые я могу вспомнить. Потому что там еще сохраняется вот эта система продажи музыки и продвижения. Которая у нас разрушена полностью. Никакие новые имена и никакая новая музыка здесь появиться не может в принципе. Потому что человек выложит классный альбом. Его там бесплатно. Его послушает человек десять и все. Нету никаких исполнителей, которые бы продвинулись. Ну, наверное, сейчас можете там сказать. А как же Вася Обломов? А как же этот гитар-гитар Петр Налич? В них были вложены деньги в продвижение. Это не на интернете там люди нашли, их продвинули. Это все раскрученные продюсерские проекты. Хорошо раскручены через интернет. И вот я поэтому и говорю про то, что рекламируйте мои видео, рассказывайте о них другие. Потому что по-другому никак невозможно. И если вы видите какую-то новую музыку, рассказывайте об этом всем. Это единственная вот сейчас возможность как-то продвинуться. И за авторское право я. Потому что если бы надо было платить за альбом Мадонны обязательно, но у вас не было бы денег, вы бы вынуждены были искать новую музыку в бесплатном. И находили бы для себя новые имена. И появлялись бы новые имена. А не было бы такого застоя, как сейчас происходит. Хорошо, вы мне скажете, вот ты такой умный. У тебя, наверное, и все программы, да, не пиратские. У тебя все официально стоит, да. Нет, я же не дурак вообще. Тут, понимаете, дело в том, что как бы я не ратовал за авторское право и так далее, но иногда сами владельцы авторского права просто издеваются над потребителем. Я считаю, что самое главное, чтобы потребителю было удобно. Вот до появления Стима я точно так же скачивал пиратские игры и в них играл. И не чувствовал себя как-то плохо. Просто потому, что мне, чтобы пойти купить официальную игру, надо было приложить достаточно большие усилия. То есть найти где-то эту игру у нас в Минске, заплатить, диски эти держать. Но как только Стим появился, кстати, у меня Стим появился именно благодаря цивилизации, потому что я купил диск с цивилизации. И когда я ее установил, то сначала требовалось Стим установить. И так я с ним познакомился. И, кстати, между прочим, вообще пятую циву я изначально пиратскую скачал. Просто потому, что она вышла, а у нас ее нигде нельзя было купить. То есть сами издатели толкают людей к пиратству. Вот я хочу в первый день купить цивилизацию, но я нигде ее не могу купить. То есть значит я иду и скачиваю с пиратского сайта. Но в итоге, конечно, я посмотрел, поиграл, она мне понравилась. Я пошел купил в магазин, и тут у меня поставился Стим. И я с удивлением узнал, что я могу теперь сидеть дома, покупать спокойно игры. Причем они не будут занимать место в доме нигде. Они будут просто где-то в облаке там лежать в Стиме. Я когда захочу, могу их скачать и установить. И мне, и я за это готов платить деньги, потому что это удобно. Мне теперь не надо лазить по пиратским каким-то сайтам, по торрентам, мучиться с кряками вот этими, чтобы игра работала. Потом, блин, вопрошать, почему она не работает. Все этого ничего нет. И вот когда сделают удобно по всем остальным, когда я смогу спокойно скачать Windows. Вот, например, последняя новость. Что Microsoft утворила? Они Office 2013 собираются продавать один раз. То есть, вот вы купите Office, установите его. Если вы его сотрете или там у вас винда полетит, то вы заново уже танец его и не сможете. Но надо будет еще раз его покупать. Спрашивается, ну и кто в здравом уме будет покупать теперь его? То есть, вот это яркий пример того, как сама компания толкает людей к пиратству. То есть, здесь палка от двух концов. Или тот же iTunes, например, музыкальный. У меня есть этот iPod Touch. Я давно там еще у жены iPod Shuffle был когда. Меня это вообще рубит этот через iTunes закачивать музыку на плеер. Потом что-то стер у себя. Оно в плеере все стерлось. То есть, вот эта система взаимодействия Apple-овских плееров с iTunes и так далее. Это просто вообще отрыв башки какой-то. Все другие там под Android, например, ты просто подключил через USB, скопировал, отключил и идешь слушаешь спокойно. Здесь нет, здесь какие-то системы, чтобы, не дай бог, никуда не скопировал и так далее. Вот, пожалуйста, тоже типичный пример неудобства для пользователя. Да я не буду iTunes пользоваться, потому что он так ко мне относится по-свински. Так вот, там уже давно сделаны вот Apple TV. У меня друг купил приставку эту Apple TV к телевизору. Блин, удобнейшая штука. Ты любой сериал, какой хочешь, ты можешь через него, у тебя платится только абонентская плата, там какие-то копейки причем. И ты сидишь, смотришь с телека любой, откуда угодно, с какого хочешь места, какую хочешь серию, сидишь и смотришь. То есть, это то же самое, что вот мы сейчас с торрентов качаем, те же теорию большого взрыва, что мы там еще смотрим, Modern Family. Вот мы занимаемся пиратством, потому что я не могу нигде Modern Family, например, посмотреть официально. Я не могу нигде его пойти купить. Да я даже через интернет не могу его нигде купить в Беларуси. Но в нормальных странах, опять же, за рубежом, на Западе, везде, это все делается вообще без проблем. То есть, у нас пиратство процветает, потому что, на самом деле, нам просто неудобно официально покупать. Ну, вот сами посудите, вы сидите дома, вам хочется посмотреть сериал. Вы будете лазить что по торрентам, качать его, потом не факт, что там кодеки подойдут и так далее. Мне реально проще там заплатить 10 долларов за месяц и смотреть каждый, когда мне захочется с любого места любую серию, какую хочу. И этим, кстати, вот тот же ВКонтакте пользуется, например, что там тоже можно найти что угодно и смотреть. Они ни за что ничего не платят и говорят, что пользователи сами разместили. Так вот, создатель контента хочет получать за него деньги, почему бы ему не заплатить? Утверждать, что вся инфа должна быть бесплатной и свободу пиратства, по меньшей мере странно. Я не верю, что при свободной информации будут создавать качественные программы, фильмы, музыку. Я вообще не знаю никаких примеров бесплатного, качественного фильма, предположим, или музыкального альбома, который стал бы легендой. Какую-нибудь бесплатную игру, вы знаете, которая стала популярной. Я не знаю. В общем, вот такие пироги. Как бы тут много места для спора. Пожалуйста, с большим интересом почитаю ваше мнение. Пишите в комментариях. На этом вроде все. Вы видели и слышали Лешу Полецкого. Подписывайтесь на канал Леша Играет. И удачи вам.